здравствуйте дорогие друзья сегодня гость нашей студии и гость международного клуба импрессом константин семин добрый день константин расти я думаю что нашим телезрителям вряд ли вас нужно представлять потому что они очень часто видели вас в рамках программ телеканала ртр и ваше лицо им знакомо я думаю не менее чем лица их знакомых родных людей как он кстати у нас в эстонии очень интересно очень нравится по старому городу вчера бородились вас узнавали да ну что я думаю преувеличить и говорит что мое лицо стало для кого-то родным приятно слышать но все-таки к сожалению информационное пространство у нас разорвано и очень часто люди от нашего информационного потока куда бы ты не приезжал очень часто оказывается оторванным ну собственно ради этого мы и приезжаем для того чтобы как-то о себе напоминать это спасибо огромное за то что вы приезжаете потому что действительно это такая очень хорошая и очень важная для нас миссия потому что чего там греха таить энное количество лет тому назад людям которые остались жить за пределами советского союза было четко у нас формулировано ощущение что как бы наша страна нас забыла и бросила и поэтому когда вот сейчас начали ехать это уже такой очень хороший знак и нас он радует но мы сюда собрались не для того чтобы я вам жаловался я бы хотел поговорить с вами о вашем фильм фильме вавилон который вы выпустили на экраны в 2013 году мы говорим о кризисе невиданных масштабов и это фильм я его назвал фильм исследование потому что слово расследование мне не нравится да расследование это знаете как то вот поймали преступника судили расстреляли а исследование это то что заставляет меня задумываться вот это фильм исследования который заставляет меня думать и я начинаю в принципе понимать как выстраивается вся моя нынешняя жизнь по каким законом она начинает выстраиваться скажите пожалуйста у театре есть такое замечательное понятие как сверхзадача. То есть режиссер должен ответить на вопрос а зачем, вернее для чего я этот фильм делаю? Для чего я ставлю этот спектакль? Какую свою собственную задачу этой постановкой я решаю? Вот для чего вы делали этот фильм? Ну, мы, конечно, когда работали над ним, в первую очередь думали о том, как он будет воспринят внутри страны, потому что, как вы понимаете, дискуссия по поводу того, куда Россия идти дальше, она не закончена. Наоборот, может быть, сейчас в особенности она приобретает все более такие жесткие формы. И, соответственно, повлиять на настроение людей, представить какие-то новые аргументы против одного из вариантов развития событий и в пользу другого, предположим, этого мы хотели добиться. Что конкретно я имею в виду? 20 лет Россия живет по неолиберальному клише, по неолиберальному сценарию, который, если грубо, примитивно сводить его к экономике, подразумевает, что государственного участия в экономике быть не должно. Все, что принадлежит частнику, по определению хорошо. Невидимая рука рынка все расставит на свои места. И это правильно и по-другому быть не может. Тот, кто пытается поставить под сомнение эту парадигму, его тут же мгновенно клемят красным, коричневым, красно-коричневым, ретроградом, совком, ватником. Много придумано терминов для того, чтобы... Клейме от этого очень мягко сказали. Вот я все-таки имею возможность, прошу прощения, что прерывая смотреть иногда за дискуссиями, которые вспыхивают вокруг этого проблемы в России, человека просто затаптывают. Да, это так. Но есть и другая правда, которая состоит в том, что подавляющее большинство людей в России, я абсолютно уверен, что и в других бывших республиках Союза, сколько я вот успел посмотреть, путешествуя по ним как журналист или как вот гостя в сегодняшнем качестве, я вижу эту страшную, трудно скрываемую ностальгию по общему делу и по общим ценностям, которые за 20 лет оказались незаслуженно растоптаны и дискредитированы. И поскольку я знаю, что за мной, за моими товарищами, работавшими над этим проектом, мнение большинства людей, я считаю себя вправе эти аргументы формулировать и как-то протаскивать их в эфир. Многие вещи сказать прямо и громко тогда, в 2013 году было еще нельзя, но мы постарались сделать это аккуратно, избрав для этого вот такую вот несколько витиеватую форму, учитывая повышенный интерес сегодняшнего нашего зрителя. Ко всему мистическому, ко всему связанному с верой, как скажет один, или с религией, как скажет другой, мы хотели сделать это доступным для понимания и этих людей. Потому что, ну, не нужно быть подкованным в политэкономии человеком для того, чтобы понимать, что мир вступает в какую-то чрезвычайно опасную фазу, что события, которые мы наблюдаем, события не только в Евразии, но и на других континентах, они несут, в общем, все возрастающую угрозу нашему и без того не очень спокойному существованию. А вот скажите, эта мысль у вас сформировалась уже заранее, до съемок фильма, или каким-то образом это корректировалось и вызревало уже в ходе сбора материала, в ходе встречи с людьми? Нет, конечно, ощущение того, что это происходит, оно было до того, как фильмы начали, над фильмом начали работать. И опять же, если сверять свои ощущения с ощущениями тех, кто вокруг, то эта мысль, она приходила не только одному мне в голову. Ну, что-то в мире не так, да? Которая уже по счету страна скатывается в пучину гражданской войны. Череда голодных бунтов, оборачивающихся революциями. Военные интервенции стали нормой. При этом для практически всех стран, будь то сообщество золотого миллиарда или остальной мир, третий мир, как его иногда называют, расслоение страшное, кошмарное имущественное расслоение между, вот эта пропасть между людьми, которые работают по-настоящему за гроши и теми, кто является выгодоприобретателями от всех этих процессов. Эта пропасть расширяется, она достигла просто страшных размеров. Вы правы, ведь сформировалась одна совершенно дикая истина. Вы меня просто подтолкнули к тому, чтобы я ее озвучил. У нас, например, говорят, что если ты работаешь, то ты никогда, сам работаешь, то ты никогда не будешь состоятельным и никогда не будешь богатым человеком. То есть, труд больше не обеспечивает благополучие человека. Ты должен не работать, ты должен заставить работать на себя других. Это по-настоящему страшно. Да, именно к этому человек идет. Это называется дегуманизация человека. Труд становится чем-то порицаемым. Тот, кто работает, тот не заслуживает уважения. Значит, ты не смог пробиться в эту высшую касту. А что такое эта высшая каста? За счет чего она живет и сколько она проживет, если кто-то не будет на нее пахать. Неважно где, в России, в Китае, в Латинской Америке, в Мексике. Все равно. И это страшная, на самом деле, история, которая говорит о том, что человечество деградирует. Вот когда Советский Союз создавался, когда писались все эти знаменитые марксистские книги, да, все-таки, вчера мы об этом говорили на встрече, все-таки, в чем отличие того периода от сегодняшнего. Тогда человечество, пусть через войны, пусть через страшные испытания, но все-таки оно жило ожиданием прогресса. То есть, оно чувствовало, что научно-технический прогресс опровождался гуманитарным прогрессом каким-то. Но человечество были идеалы. Были ожидания, связанные с прогрессом. Сейчас, мне кажется, достигнув вот этой высшей точки кульминации, кульминации этого процесса стало окончание Холодной войны. С моей, по-моему, это некий переломный момент для человеческой цивилизации. Сама эта цивилизация, как на лыжах, на слалами, ринулась вниз, в пропасть регресса. И поэтому вот эти библейские сравнения, библейские аналогии, которые мы используем в фильме, цитаты, может быть, из Откровения Иоанна Златоуста, может быть, это чуть-чуть преувеличение, может быть, чуть-чуть рано всех пугать концом света. Но, безусловно, в мире, в окружающей нас жизни, очень много поводов для того, чтобы задуматься о том, что происходит, и испугаться. Ну, там вы приводите в фильме очень интересные кадры, и самое главное то, что они касаются, эти кадры и те интервью, которые вы берете у людей, не столько стран третьего мира, где так легко и просто показать, как плохо живут люди, а то, что вы снимали в рамках золотого миллиарда. И тогда вот это вот позолото слетает, и начинаешь понимать, ну, во всяком случае, люди в России начинают понимать, что в этом золотом миллиарде все очень неоднозначно, и очень много бедных, нищих людей, очень много людей, которые вообще не имеют перспективы жизни, они не знают, ради чего живут, зачем живут. То есть вопрос стоит о том, что вот эти люди, родившиеся на свет в Испании, в Германии, Франции, они просто абсолютно бесполезны, они не нужны этому золотому миллиарду. Да, это так, абсолютно, именно так. Хотя по-прежнему, и вот пошатнуть вот этот стереотип, сложившийся после распада Советского Союза, у многих в головах, что якобы там жизнь, вот европейская, американская жизнь, она устроена правильно, и там хорошо всем. Если ты можешь чего-то добиться, как в Америке, да, вот, значит, американская мечта тебя ждет, и ты откроешь рано или поздно свой небольшой бизнес, у тебя будут маленькие пикапы, ты будешь зарабатывать, и дети твои получат образование, станут... Вот это вот американская или европейская мечта, не зная этой мечты, не имея опыта общения с этим миром по-настоящему. Многие наши люди по-прежнему истово в это верят. Ну, кстати, люди в большей степени живущие в столицах, в самых обеспеченных уголках России. Я не говорю о большой России. Так вот, пошатнуть этот стереотип, конечно, хотелось, потому что человек, который даже заработав... Ведь они живут достаточно комфортной жизнью, вот, в пределах Садового кольца или Московской кольцевой автодороги, они зарабатывают очень приличные по европейским меркам, по даже по американским, по европейским меркам деньги. Они их тратят, приезжая в эти европейские столицы или американские, и они видят только лоск, только по золоту, как вы сказали. Больше они ничего не видят, и им кажется, что, а почему у меня не так? А почему у меня еще бедные какие-то? А почему... Здесь же я этого не вижу, но ты-то этого не видишь, потому что ты просто с закрытыми глазами ходишь, потому что ты не знаешь, что из жизни, ты ей очарован, ты не говоришь на языке, на этом, ты невнимательно смотришь вокруг себя, ты не понимаешь, за счет чего создано это благоденствие американское, предположим, и что скрывается под ним, если чуть-чуть его поскрести и посмотреть, какова изнанка. И вот пошатнуть это, конечно, нам хотелось, потому что вот Мифус... Я когда был школьником еще, у нас по... Вы, наверное, это помните хорошо, по центральному еще телевидению показывали вот эту программу Америка с Михаилом Таратурой. Да, конечно. Вот, которая, ну, очень здорово многим мозги прокомпостировала. У нас в семье ее смотрели с интересом, без восторга, ну, вот, родители тоже смотрели, вот, как вот, ну, неизвестный для нас мир. Вот, а потом мне так вот судьба сложилась, что мне довелось поработать в качестве корреспондента в Штатах на протяжении четырех лет, побывать в шкуре Михаила Таратута и посмотреть, так ли это все на самом деле. А некоторое время назад с Таратутой мы даже пересеклись в одной студии, а я ему напомнил о том, что вот я один из тех ваших ранних зрителей, а он был страшно возмущен, вот как же так можно к Америке относиться по-иному, не так, как он относился. Так вот, правда заключается в том, что вот этот Таратутин миф, он очень сильно въелся в голову людям, а на самом деле жизнь там устроена совершенно иначе, она гораздо сложнее для того, чтобы поддерживать безумное вот это потребление американское. Кто-то должен с интервалом в пять лет переживать гражданскую войну и оккупацию. Вот тут мы с вами как раз подошли к тому вопросу, который я хотел задать, потому что вот сейчас мы пока говорили о констатации факта, но ведь вся наша жизнь и все развитие событий, особенно быстрое развитие событий этого года подсказывает нам то, что западный мир, он не хочет осознавать то, о чем мы сейчас с вами здесь говорим, да? И он пытается найти пути своего все-таки дальнейшего развития. Пусть это смертельный путь для него, для нас, он пытается этим путем двигаться. И то, что сейчас в мире происходит, мы видим. Вот вы пытаетесь анализировать это, может быть, как это дальше будет развиваться? Вообще, к чему этот путь способен привести? Кто способен остановить это движение? Вот насчет последней части вопроса мне трудно очень сказать, потому что тоже вчера на встрече возникала эта тема. Есть ли у кого-то альтернативное видение мира? Может ли кто-то предложить другой путь, который был бы перпендикулярен или параллелен сегодняшнему? Я не знаю, мне очень хотелось бы, чтобы Россия даже из сегодняшнего довольно тяжелого ее состояния сумела выпрыгнуть и вновь предложить человечеству какие-то рецепты выздоровления, излечения. Я надеюсь, я верю в то, что наша страна способна на это, потому что мы великая страна. Но, когда вы спрашиваете, к чему все идет, я не первый здесь и фильм мой ничего нового не сказал, не первый, кто чувствует, что выходом для этого усугубляющегося экономического кризиса, а все-таки, ну давайте серьезно говорить, в 50 раз объем выпущенных долговых обязательств ведущими экономиками мира превышает совокупные ВВП планеты. Списать эти долги, утилизировать их как-то, забыть о них невозможно. Только война может. Да, и я не первый говорю, кто приходит к такому выводу. И, к сожалению, в истории человечества за последние сто лет такие ситуации уже бывали, когда тяжелый экономический кризис разрешался войной. Так было в 914 году. Начало Первой мировой предшествовал обвал на мировых биржах, начавшийся с обвала на Уолл-стрит, как водится. Что-то подобное произошло и после Великой депрессии. И все это, как мы помним, обернулось ужасом войны следующей, Второй мировой, Великой Отечественной. Конечно, всего этого не хотелось бы. Но вот ощущения именно такие. Возьмите сейчас Украину. Вот-вот, я как раз об этом хотел вас и спросить, потому что вам не кажется, что сейчас в Украине, вот, мне кажется, что сейчас создалась наиболее опасная обстановка вообще в мире за все последние годы. Мне, честно говоря, так страшно не было никогда. Потому что то, что происходит сейчас в Украине, это по-настоящему ужасно. Потому что, ну, во-первых, их можно прогнозировать. Хотя бы не хотелось. У меня масса людей с Украины и родственников, и друзей. И сам я вырос в Харькове. И представить себе, что эта страна распадается, она явно распадается. Это достаточно страшно. Но это только одно. В ней можно увидеть прообраз будущей войны. Да, да. Я все-таки надеюсь, что вот те страшные предчувствия, о которых вы говорите, они, в общем, и мне понятны. Но пока они останутся предчувствиями, и до мгновенного разрешения этой ситуации через войну дело не дойдет. Потому что, вот я вспоминаю, как дело было в августе 2008 года. Тоже очень много было публикации по поводу неизбежности чуть ли не ядерного противостояния. Но, слава богу, это всего лишь публикации, и публикациями они остались. А вот то, это как бы такая ласточка, такой звоночек, да, перед тем, что приближается. И вот это пугает гораздо сильнее. Потому что вот мне кажется, что вся история с Украиной, Россия, безусловно, пытается создать имидж государства агрессор. Вот эти постоянные параллели с судетами, с Гитлером, Сочинской Олимпиадой, Берлинской Олимпиадой. Ясно, что это все измышления совершенно пиаровского свойства, но цель вбрасывания этих стереотипов в массовое сознание вполне очевидна. То есть, пытаются, Запад пытается, Запад ищет, естественно, бородатый мужик из Ближнего Востока не может быть врагом, серьезным врагом для Соединенных Штатов. Западу нужен серьезный враг, который позволял бы обосновать резкое увеличение военных расходов в ситуации, когда все государственные расходы в США сокращаются. Кризис заставляет их затягивать пояса. Естественно, просто мы фильм заканчиваем фразой, там цитирует священник Майкл Дойл из американского города Кэмдон, цитирует президента американского Эйзенхауэра, кстати, в прошлом, первым, изначально все-таки достаточно известный военачальник. И, тем не менее, Эйзенхауэра, который сказал, что, сказал в своем последнем обращении к американцам, бойтесь военно-промышленного комплекса, опасайтесь военно-промышленного комплекса, потому что Боинг не перестанет производить самолеты, бомбардировщики, Локхид-Мартин не перестанет исполнять оборонные заказы. На этих людей, на эти производственные цепочки завязана судьба сотен тысяч людей, работающих в военно-промышленном комплексе, это машина, это пес, который требует еды. Если ему эту еду не предоставят, он найдет эту еду сам. И вот я боюсь, что Украина это всего лишь первое звено, когда вот Россию ставят по большому счету, ее загнали в угол. Ведь не ответить на этот вызов, когда убивают на Майдане, когда угрожают расправой всем, кто говорит на русском языке. Если бы Россия не ответила на этот вызов, она начала бы распадаться сама, потому что это было бы великое предательство по отношению к русскому миру. Она обязана была ответить. И те, кто создавал эту ситуацию, они понимали, что деваться России некуда, и она ответит. И она ответила, и следовательно возникла ситуация, когда Россию можно представлять в качестве угрозы всему цивилизованному человечеству, а значит наращивать оборонный бюджет. И вот мне запомнилась фраза министра обороны, бывшего Роберта Гейтса, республиканца по партийной принадлежности, но все-таки человека, я думаю, компетентного. После того, как все в Крыму случилось, он сказал, что нет войны не будет, Россия и Америка сейчас воевать не будут, но оборонный бюджет должен быть пересмотрен. Мы недопустимо слишком сильно урезаем расходы на национальную оборону. Оборонный бюджет будет пересмотрен. И я вот думаю, что сейчас в свете этих последних событий мы, конечно, можем увидеть новую милитаризацию. Действительно, множество будет желающих перезагрузить холодную войну. И вернуться может все, вплоть до сенатора Маккарти и охоты на ветер. А вот скажите, вопрос, который меня волнует не меньше, чем внешняя реакция на эти события. Меня интересует внутренняя реакция, не сегодняшняя в России, потому что сейчас ликование, праздник, это понятно, но праздник он, в общем-то, заканчивается. И в стране реально могут начаться финансовые и экономические трудности. Насколько, по вашим ощущениям, внутренне Россия к этому готова? Насколько Россия готова консолидироваться, чтобы эти трудности каким-то образом преодолеть? Потому что, чего греха таить? Вот вы говорили сейчас о Питере, о Москве, там сложилась такая целая конгломерация людей, которые эти трудности могут использовать не в пользу, а скорее во вред стране. Это точно совершенно эти люди, которые не хотят изменения своего социального, материального положения, они не хотят страдать из-за какого-то Крыма, с чем-то расставаться, какие-то лишения для чего, к чему. Они видят себя частью вот этого самого золотого миллиарда, в который они изо всех сил, там, хоть тушкой, хоть чучелом под дверь, но пытаются пролезть. Да, конечно, таких людей много. И слабость России заключается именно в том, что за 20 лет таких людей стало достаточно много. К счастью, все-таки я видел, как вот распадалась Югославия. Я не раз и не два бывал там. И вот процентное соотношение там, гибельное для государства процентное соотношение, это где-то 50 на 50. Вот когда тех, для кого Югославия и потом Сербия это все-таки родина, которую они не хотят потерять, из-за которой они готовы биться, оказалось столько же, сколько тех, кто готов перейти на латиницу завтра, забыть о Косово и участвовать в гей-парадах, предположим. Вот когда их стало 50 на 50, тогда оказалось, что уже поздно пить боржоми и что-то пытаться изменить. В России все-таки процентное соотношение другое. И отчасти, кстати говоря, как ни парадоксально, потому, что вот эта вот вопиющая несправедливость и бедность касается большого количества, подавляющего большинства граждан. А те, кто пропитан вот этим вот меркантильным западническим духом, кто составляет вот эту тонкую прослойку, вами упомянутую, это все-таки проценты, несколько процентов. А скажите, вот меня очень заинтересовал один сюжет, но, к сожалению, был не развернут. Несколько дней назад показали выступление Путина на заседании Российского Союза промышленников и предпринимателей. Мне показалось, что это очень важная, вероятно, была встреча и почему-то вот ее подали очень скупо. Но я обратил внимание на лица людей, которые сидели в зале. Я не видел, к сожалению, но они не были веселыми, да, вероятно? Они не были веселыми, эти лица. И, как мне кажется, реакция этих лиц тоже будет очень важна, потому что, ну, с одной стороны, так называемый креативный класс, о котором мы с вами сейчас говорили, он вряд ли может серьезно повлиять на ситуацию. А вот эти люди, которые имеют в своих руках экономические рычаги, могут. Вот как, по вашему ощущению, они эту ситуацию воспринимают. Я с вами согласен. Креативный класс — это всего лишь пехота для вот тех самых хозяев жизни, чьи лица вы видели по телевизору. Жизнь меня сводила не раз с этими хозяевами жизни. Я примерно представляю себе горизонт мышления, привычки, насколько они готовы будут встроиться в эту новую, угрожающую околовоенную действительность. Для меня это тоже большой вопрос. Когда вы спрашивали о том, насколько Россия внутренне сама способна выдержать такое противостояние, насколько мы монолитны и сплочены, то это большой вопрос и для меня. И, кстати говоря, сегодняшнюю ситуацию ее же сравнивают не только там с 30-ми, но также и с тем, что происходило перед Первой мировой, 914-й. И та война, она на самом деле Россию навсегда должна была научить, что ввязываться в большое противостояние, не позаботившись о сохранности тыла, в котором хозяйничают вороватые маркетанты. Это значит бросить на убой сотни тысяч солдат и в конечном счете очень быстро с 2014 года докатиться до 2017. И такая опасность существует, на мой взгляд. Исключительно мое мнение. Нет, я с вами согласен, к сожалению. Но в то же время у России есть сейчас шанс, и у российской власти есть шанс, опершись на вот это вот монолитное большинство. Я не говорю о шапкозакидательском настроении. В чем разница между 2014 и 2014? В том, что все-таки речь идет не о каких-то там проливах, не о Дарданеллах и Босфоре, не о Палестине, не о Гаврии в принципе. О том, что вот у тебя Белгородская область, это твои люди, это уже враг, который пришел к тебе. Не ты куда-то пошел, это вот у тебя происходит дома. Безусловно, Белгородская область это моя родная область, там у меня мама живет, дочь живет и сестра. И поэтому выбора нет, понимаете? И у власти тоже выбора нет. Потому что вот еще один важный момент, украинская история, она как световая ракета, она высветила просто вот очень много вещей, на которые раньше не обращали внимания. Если вы посмотрите, как вели себя украинские олигархи в разгар этого кризиса, то каждый из них, каждый без исключения показал вообще, что такое олигарх. Олигарх это предатель, готовый, законченный предатель. Вера ему не может быть, он продаст все. И они продали. Они сначала продали Януковича, потом они продали русскоязычное население Украины, завтра они продадут кого угодно. Потому что деньги не имеют отечества, они не имеют национальности. Об этом, в общем, отчасти наш фильм. И вот этот урок, этот вывод, который для многих, да для всех должен быть очевидным из украинской истории, он должен быть очевидным и для нашей власти, я надеюсь. Поэтому не знаю, какие выводы звучали на встрече с этим. Вот именно поэтому я и задал этот вопрос, потому что очень скупо об этом говорилось. Было понятно, что это чрезвычайно важно. Вряд ли Путин бы поехал в эти дни на неважную встречу. Это было чрезвычайно важно. Вероятно, ему нужно тоже было каким-то образом прозондировать это сообщество. А вообще, скажите, вот сам процесс национальной формирования, вот как бы национал-патриотической, в хорошем смысле этого слова, буржуазии вообще в России идет? Есть ли там люди, которые, ну, в общем-то, и богаты, и одновременно, но не являются предателями? Я не верю в возможность существования самому термина национал-патриотическое в буржуазии, потому что, как уже вот было сказано, деньги, у них нет паспорта. То есть вы к ним относитесь скептически? Я просто уверен в этом. Я ни раз и не два наблюдал этих людей в критических обстоятельствах. Нету среди них тех. Понимаете, вот Миша Леонтьев однажды сказал очень вещью правильную, я ее запомнил. Либеральная экономика в мире одна, она американская, и другой нету. А все представители нашего бизнеса, они живут внутри этой либеральной экономической системы. То есть их отечество деньги. То есть их отечество не здесь, оно не может быть. Они живут в учебнике Милтона Фридмана, да, они сокращают издержки так, как положено сокращать издержки по рецептам там Чикагской экономической школы. Для них это добро, вот система свой-чужой, добро-зло, для них она взята оттуда. Они не разделяют те принципы, те фундаментальные основы, на которых там наша цивилизация покоится. Поэтому рассчитывать на них не приходится. Мне кажется, что здесь ключевой вопрос это то, в какой степени себя будет способна в экономике, в том числе, свои интересы, способна будет защищать, отстаивать государство. Вот это вот ключевой момент, потому что в условиях предвоенных экономика обязана стать, и вообще вся жизнь обязана перейти на мобилизационные рельсы. То есть государство должно вернуть себе штурвал управления страной. Мы в зачаточном виде эту мысль формулируем и в фильме, где я говорю о том, что приватизация это зло. Спасибо, Константин. К сожалению, мы вынуждены прервать нашу беседу. Удивительно быстро сейчас пробежали эти полчаса. Очень бы хотелось вас увидеть в Таллине вновь, когда бы мы с вами поговорили о каких-то более радостных темах. Даст Бог. Даст Бог. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии и клуба «Инпресса» был Константин Семен. Спасибо вам огромное и будем рады вас видеть в Таллине опять. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!